ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В текущей повестке, а также планах на будущее мы сегодня поговорим с председателем окружной палаты Марианной Кристалинской и членом палаты Ольгой Лащевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер уже. А я призываю наших телезрителей присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону прямого эфира 8495 508 86 84. На самом деле, да, полгода, срок небольшой, но эти полгода пришлись на достаточно сложный для всех нас период, период пандемии. И, насколько я понимаю, общественники дома не отсиживались. Чем занимались? Что делали? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что действительно мы не только не отсиживались, мы, во-первых, работали как член общественной палаты, потому что, несмотря на то, что, ну, немножко жизнь так затормозилась и пандемия внесла свои коррективы, но, тем не менее, все равно какие-то проблемы, какие-то вопросы возникали у жителей, и мы старались, да, их тоже решать и помогать совместно находить, ну, какие-то конструктивные выходы из различных ситуаций. Ну, и, конечно, мы как общественники, как активные жители не могли оставаться в стороне и принимали самое непосредственное участие, активное, в работе волонтерского штаба при администрации округа. А вот с какими вопросами в этот период чаще всего жители обращались? Ведь мы все, по сути, на жизнь посмотрели по-другому за пандемию. Ну, на самом деле, Жень, могу сказать, что были, конечно, самые важные темы, и это коснулось, конечно, и работы нашей комиссии, это здравоохранение, то есть вопросы, да, касались здоровья, как правильно, скажем, обезопасить себя, что нужно делать, что не нужно делать, вот, и, конечно, вопросы, ну, вот, наверное, комиссии, которую возглавляет Ольга, это комиссия предпринимательства, потому что мы знаем, что, безусловно, бизнес очень сильно пострадал в этот период, и очень много вопросов, проблем и, конечно, поддержки тоже касалось как раз этой сферы жизни, да, людей. Поэтому, вот, наверное, основные вопросы, которые касались в этот момент. Ну, и, конечно, волонтерство, волонтерская поддержка, и, действительно, наше участие просто как людей, которые не могли оставаться в стороне, оно было очень активным. Оля, не хотелось этот период все-таки дома отсидеться, потому что там, понятно, не бояться себя подвергать опасности, это одно, а тут еще есть родные и близкие, которых тоже можно заразить. Конечно же, нет. Мы с первого дня пандемии подключились и как волонтерский штаб ежедневно с утра и до поздней ночи собирали и продуктовые наборы, и маски фасовали. А также в первые дни пандемии мы организовали горячую линию для всех предпринимателей. Хочу сказать большое спасибо нашему главе, заместителю главы Кондратскому Павлу Вячеславовичу за то, что оперативно принимались решения в помощи предпринимателям, оперативно разрабатывались меры. Нашему губернатору тоже большое спасибо. Да, от Московской области была большая, конечно, колоссальная поддержка, ну и работа проводилась 24 на 7, все были на связи. В неделю проводилось порядка 2-3 онлайн-вебинара с предпринимателями, порядка 100-150 человек онлайн задавали вопросы и решались молниеносно. А вот легко было перестроиться на онлайн-работу? Все-таки глаза в глаза, но проще, легче? Онлайн, конечно, нет, но я думаю, что вот, ну, первый блин у нас был комом, конечно, там с подключениями как-то, технические моменты, да. Но потом все мобилизовались и вступили в работу как должное. Смотрите, одно время считалось, что бизнес, да, не женское дело, а здесь предпринимательское направление легло на хрупкие плечи Ольги. Вот насколько тяжело с мужчинами в том числе работать? Ой, с мужчинами проще. Честно скажу, с мужчинами я люблю, так как я сама являюсь долгое время предпринимателем, порядка 16 лет я предприниматель, вот, и, конечно, я чувствую все проблемы изнутри, поэтому я и выбрала эту комиссию, выбрала это направление. В палате я уже третий созыв, я попробовала себя в разных комиссиях, но вот как предпринимателю мне ближе и хотелось бы вот помочь, чем могу. Муриана, на одном из последних заседаний благодарственные письма от председателя подмосковного общественной палаты Анатолия Васильевича Таркунова получили, члены Одинцовской общественной палаты. Расскажите, пожалуйста, за какие заслуги, кто был награжден? Ну, на самом деле, действительно, пять членов общественной палаты нашего округа были награждены благодарственными письмами от Анатолия Васильевича Торкунова, который возглавляет общественную палату Подмосковья. И вы знаете, что на голосование по одобрению поправок в Конституцию общественная палата организовывала наблюдателей от палаты области. И мы со своей стороны мониторили этот процесс. То есть у нас была своя рабочая группа. Мы объезжали все избирательные участки, мы охватили их все, посмотрели, как идет работа наблюдателей, нет ли нарушений. То есть на самом деле мониторили весь этот процесс два раза в день ежедневно в течение всего периода. У нас, вы знаете, что был основной день голосования и дополнительные, предварительные, которые были перед этим. Мы отправляли сводки о том, как идет процесс. Хочу еще раз сказать, что все было организовано очень хорошо, на высоком уровне. Не было зарегистрировано никаких нарушений со стороны процесса голосования. И на самом деле активное участие палата приняла. То есть мы действительно очень большую работу провели. И Анатолий Васильевич Туркунов 1 июня, он приезжал первого, да, если не ошибаюсь, это был как раз в основной день голосования, он приезжал и лично посетил один из избирательных участков. И посмотрел, как организована работа. И очень высоко оценил и организацию самой работы, и мер безопасности по профилактике ковида. Потому что как раз очень были такие жесткие требования. Именно у нас в округе они, на мой взгляд, были реализованы на самом высоком уровне. И, ну вот, наверное, по результатам всей этой работы, пять членов общественной палаты были отмечены такими благодарственными писемами. И я очень горжусь коллегами, очень приятно, действительно, что наша работа отмечена на таком высоком уровне. Но я хочу, наверное, подтвердить слова Мариана. Мы были на том мероприятии, записывали интервью с Анатолием Васильевичем, и он действительно очень высоко оценил. И, в общем-то, безопасность была превыше всего, и в нашем округе нам удалось все правила соблюсти. А если возвращаться к организации работы, да, общественной палаты, сколько у нас комиссий, сколько членов общественной палаты? Давайте напомним телезрителям. Ну, у нас девять комиссий, 45 членов общественной палаты. И, ну, можно сказать, что все комиссии охватывают, наверное, самые важные направления в жизни жителей Одинцовского городского округа. То есть это те вопросы, которые наиболее, наверное, актуальны. Вот по этим принципам у нас организованы комиссии и их работа. Оль, третий созыв – общественная деятельность. Нет чувства утомления? Не хотелось завязать? Абсолютно нет. Я люблю работать. Я также повторюсь, чем моя помощь может быть полезна предпринимателям. Я окажу любое содействие, потому что наша комиссия сотрудничает очень плотно с торгово-промышленной палатой и с заместителем главы Кондратским Павлом Вячеславовичем. По всем вопросам и острым вопросам мы совещаемся, делаем круглые столы. Вот всем, чем могу, помогаю. Задор и силы пока есть. Да и Бог, и будут вдохновения. Вот, кстати говоря, началась тема круглых столов, и мне кажется, одни из самых бурных обсуждений были на последних круглых столах, посвященных обсуждению правил землепользования и застройки и генплану. Наша съемочная группа побывала на одном из них, и давайте вспомним, как это было. Были вопросы по включению, ну, скажем так, наложения земель лесного фонда на существующие населенные пункты, и там проживают люди, и, в принципе, по одному мы проработали уже. Уже проведены две лесные комиссии. Представители Совета депутатов вместе с членами общественной палаты выслушали жалобы и рекомендации жителей Одинцовского округа. Главная тема – новые правила землепользования и застройки. Тема, на самом деле, очень актуальная, на данный момент злободневная – это обсуждение принятых правил застройки землепользования и предстоящего утверждения генплана Одинцовского городского округа. Обсудили серьёзные вопросы. Сохранение экологии, наложение земель лесного фонда на существующие населённые пункты, проблемы городка 17 и малых ведём. В фокусе пристального внимания властей и общественности по-прежнему остаётся Звенигород. Один из самых важных вопросов – это остаётся территория Звенигорода. На самом деле, очень много вопросов именно по этой территории, но, тем не менее, я хочу сказать, что очень много было и сделано. Работа над правилами землепользования и застройки продолжается. Ощутимый вклад в развитие округа вносят жители. Все рекомендации и пожелания обязательно учитываются. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Главная тема». Сегодня мы подводим итоги работы Общественной палаты Одинцовского округа за истекшие 6 месяцев. Наш телефон 8495 508 86 84. Звоните и задавайте свои вопросы к гостям в студии. Марьяна, мне кажется, это один из самых живых круглых столов. Вопросов много, мнений много. На последнем удалось прийти к какому-то компромиссу, договориться о чём-то? Ну, я могу сказать, что, наверное, сложно сказать, что вот прямо на круглых столах мы о чём-то можем договориться. И скорее, наверное, основная цель таких встреч – это именно услышать жителей, услышать их мнение, услышать те вопросы, которые у них есть. Потому что, ну, на самом деле, одна из, может быть, каких-то проблем и жалоб людей, что их не слышат, не учитывают их мнения, какие-то вопросы остаются за бортом. И вот таким образом мы пытаемся, да, именно дать возможность людям высказаться, да, и озвучить свои какие-то жалобы, свои претензии. Потому что, на самом деле, зачастую очень много людей, которые принимают участие, вот, и в первом круглом столе, и во втором, они, вы знаете, они глубоко профессионально разбираются в вопросах, которые мы обсуждаем. То есть, абсолютно дилетантский подход, очень грамотный, очень конструктивный, с, так скажем, прикреплённой, скажем, да, там и юридической базой, документами. То есть, такой очень интересный конструктивный разговор. И все обращения берутся на контроль, да, они, как бы, или к нам поступают, или у нас присутствуют всё равно и представители администрации, всё это вот принимают, и берутся в дальнейшую работу. И, безусловно, все эти вопросы отрабатываются, они будут учитываться и при начале публичных слушаний по генплану, и уже потом при формировании, последующем формировании ПЗЗ. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, как вас зовут? Я зовут Иван Иванович. Очень приятно. Я хочу задать вашим гостям вопрос. Задавайте, Иван Иванович. Вопрос за волонтёрство. Большое уважение и большое спасибо. Но у меня другой вопрос. Вот вы помните, я задавал вопрос Захару Иванову. Он чуть не на Библии клялся, что будет сделан парк, строится в 4-м, 5-м микрорайоне. Сейчас Захара Иванова нету, а значит, получалось, меня обманули. И вот им вопрос, вашим присутствующим. Когда будет построен парк в 4-м, 5-м микрорайоне? Ну, вы знаете, вот был этот карантин. Ну, мы выходили туда, нарушали. Мы лишали воздуха. Мы здоровье поправляли. Ну, там нужно навести порядок. Хотя бы валёжник убрать, где проходят дорожки, тропинки, всё это вот. Ну, ради бога, я вас прошу, ну, помогите. Там и мамы с колясками ходят. У нас нету подходов даже. Вот я, где стоянка здесь, ну, сделайте хоть немножко чего-то там. Спасибо большое, Иван Иванович, за ваш вопрос. Иван Иванович, действительно, он наш постоянный телезритель. И уже неоднократно интересовался этим парком, болеет всей душой. Есть какая-то информация? Вы знаете, ну, вот точно не буду клясться на Библии, да, и говорить о том, что я говорю, что парк будет, потому что, ну, это тогда вот надо просто, да, идти строить этот парк, раз, как бы, вот такие обещания даются. В любом случае, я могу пообещать, что я ещё раз этот вопрос подниму и буду обсуждать с администрацией. Проговорим с главным архитектором округа, Кириллом Александровичем Завраженным. И я вот просто, да, обещаю, Жень, я у вас возьму тогда контакты Ивана Ивановича. Я думаю, что вы знаете, как с ним связаться, и лично ему позвоню и доведу ту информацию, которую я получу от администрации, от Кирилла Александровича. Я уверена, что мы сможем этот вопрос обсудить. Ну, а что касается благоустройства этого места, да, и уборки, я думаю, что это абсолютно под силу нам и жителям. И мы не первый раз организуем субботники по приведению в порядок тех мест, где и наши дети гуляют, и жители, и я думаю, что мы просто можем организовать такую вот совместную акцию с жителями по уборке этой территории. Я думаю, что Иван Иванович с удовольствием присоединится. Мы будем очень рады его видеть, и ещё раз говорю, что обязательно с ним свяжусь и доведу информацию по тому вопросу, который он сейчас задавал. Спасибо большое. Мы продолжаем подводить итоги работы Общественной палаты за полгода, и с нами сейчас на связи представители комиссии по работе с ветеранами, молодёжью, патриотическому воспитанию и спорту. Максим Довгань и Александр Чичеров. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас достаточно обширная деятельность этой молодёжи, ветераны, патриотическое воспитание и спорт. Вот расскажите, пожалуйста, для вас эти полгода какие были? Чем занимались? Уважаемые телезрители, для нас эти полгода были более чем насыщенные, учитывая, что этот промежуток времени совпал с так называемой пандемией, то наша комиссия без дела уж точно не сидела, как и вся остальная общественная палата. Как вы уже правильно озвучили, прежде всего, именно члены нашей комиссии занимаются работой с молодёжью, ветеранами и патриотическому воспитанию. Также мы занимаемся спортом. Если называть конкретные дела, то хотелось бы отметить, что за это полугодие к нам за поддержкой различного плана обратилось около ста ветеранов и пожилых людей. И по возможности всем им была оказана посильная помощь. Непосредственно нашей комиссией было организовано обследование зрения шести ветеранам Великой Отечественной войны. И также им были вручены, соответственно, все это сделано было за собственные средства, очки. То есть им обследовали зрение и очки вручили, скажем так, подарили. Также членами нашей комиссии был создан Одинцовский благотворительный фонд «Единение». Он был создан для координации адресной помощи ветеранам и старшему поколению в период пандемии. И, соответственно, плодотворно работает в настоящее время. Мы обеспечивали срочную госпитализацию пожилых ветеранов в инфекционное отделение больницы, помогали им в обеспечении лекарственными средствами. Также оказывали помощь в приобретении и доставке кресел-колясок для ветеранов и, соответственно, инвалидов Великой Отечественной войны. Значит, нами была оказана адресная помощь, а именно были установлены откидные металлические пандусы в двух подъездах жилых домов по Можайскому шоссе и на улице Молодежная в городе Одинцово. Также по конкретному обращению ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в деревне Осоргина, мы приобрели также за свои средства четырехкомфорочную газовую плиту, поменяли ее своими силами, тем самым конкретно отреагировали на адресное обращение. Постоянно навещали ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на реабилитации в медицинских организациях нашего оборота, таких как Перкуршковская больница, вручали им подарки и поздравляли с праздниками. Что касается работы с диаспорами, то совместно с местной религиозной организацией «Мусульман» нами было лично сформировано и развезено на личном транспорте не менее тысячи продуктовых наборов, которые получили жители оборота. А что касается работы с молодежью в этом направлении, что было сделано? Категория такая непростая. Сейчас наш рассказ продолжит мой коллега Александр. Слово передаем Александру. Что еще могу добавить? Совместно с «Молодой гвардией» помогли ветеранам Великой Отечественной войны с переездом на новую квартиру. Волонтеры Одинцовского округа оказали помощь в подготовке квартиры для ветеранов к переезду. Там помыли все окна, привели в порядок балкон. Молодежь активно отвлекается на такие мероприятия. Мы всегда привлекаем их и видим в их глазах поддержку. Соответственно, они всегда заинтересованы в результате. У нас очень дружная команда в этом плане. Работа с молодежью, что мы еще можем добавить? Передали... А, недавно была акция, передавали корм Одинцовскому приюту для животных в районе второго завода. Там порядка, если не ошибаюсь, трехсот собак и кошек передали корм приюту для животных. Приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Это что касается молодежи. А что в ваших ближайших планах? Чем вы планируете заниматься в ближайшее время? Текущая повестка какая? Мы также активно продолжаем совместно с администрацией проводить мероприятия спортивные. Непосредственно молодежь так же самое привлекаем. У нас также на каждом мероприятии от МГЕРа присутствует большое количество волонтеров. спорт, так же самое продолжаем исследовать вопрос потребностей ветеранов. Следим за тем, что им нужно, какую помощь мы можем оказать. Всегда готовы прийти на помощь. Руку на пульсе держим. Молодежь с нами всегда очень дружна, и мы всегда с ними вместе работаем. Тем самым заинтересовываем их в совместном каком-то результате. Все очень довольны. И часто у них буквально недавно и от общественной палаты были награды. В парке раздоли, вот, включала глава. Всегда никто не остается, как говорится, за кадром. Все видят, кто помогает. И молодежь очень в этом плане молодцы. С нами работают постоянно. Спасибо большое, Александр, Максим, что присоединились сегодня к нам. А я напоминаю, что с нами на видеосвязи были представители комиссии по работе с ветеранами, молодежью, патриотическому воспитанию и спорту Максим Довгань и Александр Чичеров. Ну а теперь мы, наверное, переходим к такому наиболее сложному, мне кажется, блоку вопросов, посвященному образованию. Мариана, наверное, это больше к вам. Да, сейчас номер один в повестке это Перхушковская школа. Буквально на днях было собрание. О чем говорили, к чему пришли. Будет новое образовательное учреждение в селе? Я надеюсь, что будет. Клясться не будем тоже. Нет, ну, вы знаете, тут, как говорится, я думаю, что это не обязательно, так скажем, приносить клятвы. Но действительно вопрос очень сложный. И я понимаю родителей, которые так сильно переживают за свое образовательное учреждение, которые так хотят новую школу. Я думаю, что ни у кого не остается никаких вопросов и сомнений, что новая школа нужна. И действительно такая встреча в понедельник состоялась. Были представители всех классов, администрация школы, и заместитель главы администрации, Олег Васильевич Дмитриев, который возглавляет у нас социальный блок, как раз рассказывал о предстоящем проекте по проектированию, возможно, пристройки к школе. Была озвучена, ну, скажем так, такая дорожная карта со сроками, какие могут быть сроки, какие этапы работ. И, ну, на самом деле, родители были очень рады услышать эту информацию, потому что, скажем так, до этого были какие-то слухи, какие-то домыслы, а тут они получили, ну, скажем так, информацию из первых рук. Вот. И, ну, не секрет, что Перхузская школа, на самом деле, очень замечательная школа с большой историей. Там есть замечательные ученики и действительно хорошие результаты. Очень-очень хорошие педагоги. Поэтому родители, ну, скажем так, выразили огромную просьбу все-таки, чтобы они учились в этом образовательном учреждении и в дети. Вот. И они будут ждать того момента, когда будет построена новая школа. И, ну, как бы администрация идет навстречу. Скажем, те просьбы родителей, которые были озвучены, они услышаны. Ну, и дальше мы двигаемся уже. Какие примерно сроки? Ну, вы знаете, озвучено, что в сентябре 2024 года мы откроем новое образовательное учреждение. Безусловно, есть сложности. И это, наверное, самый сложный этап, который действительно требует больших временных каких-то сроков. Это согласование земли. То есть сейчас у нас процесс перевода вот участка земли из лесного фонда в участок... Нужен для строительства. Да, под строительство, под образовательные нужды, чтобы его перевести, скажем так, уже под... Чтобы им мог владеть, да, уже округ. Вот пока, скажем, этого нету, ну, пока невозможно это все сделать в одном участке и начать строительство. Но в любом случае администрация очень активно и упорно работает в этом направлении. И есть определенные рамки, есть определенные условия, которые, к сожалению, мы никак форсировать не можем. И все это родителям было озвучено, понимание найдено, да, и, в принципе, дальше двигаемся уже в этом направлении. Я надеюсь, ну, как бы, что все будет хорошо. Я буду также активно общаться с родителями, доносить до них всю информацию. И я думаю, что, как бы, те вопросы, которые будут возникать, мы будем очень быстро решать. Еще одна такая горячая точка. Сейчас в округе, по идее, скоро ее уже не должно быть. Это Ершово, Ершовская школа. Вот новые сроки озвучены. Это начало октября. Удастся ли на этот раз уложиться строителям? Насколько я понимаю, вы едва ли не еженедельно, да, общественники выезжают на место и контролируют какой-то работой. Да, абсолютно верно, да, Жень. Мы практически каждую неделю, ну, или раз в полторы недели тоже выезжаем и смотрим, как идет ремонт этой школы. Тоже такая очень важная тема. И я надеюсь, что все уложатся в сроки обещанные. То есть в начале октября дети пойдут в новую, родную, отремонтированную школу. И я думаю, что, ну, как бы это... На этот раз все услышится. Да, всех обрадует, конечно. Это как раз то, что хотят и родители, и дети, и учителя, и, конечно, администрация округа. А я напоминаю телезрителям, что сегодня мы подводим итоги работы общественной палаты за 6 месяцев. И сейчас с нами на связи председатель комиссии открытости власти противодействия коррупции и общественного контроля Елена Пешехонова. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Елена, для вашей комиссии эти полгода какими выдались? Чем занимались? Ну, вначале мы занимались разработкой регламента для нашей общественной палаты, по которому, в принципе, сейчас и работаем. Основным документом это с апреля месяца было утверждено на заседании нашей общественной палаты 4 апреля. Приступили к работе. Вот главные, может быть, пункты этого регламента какие? На что опирается общественная палата? Главные пункты вот этого регламента. Что в него вошло? Ну, цели, задачи общественной палаты, в принципе, они всем известны и с федеральных законов, и с положения в общественной палате Ленинсовского городского округа. что мы призваны защищать права граждан, реагировать на их обращения. Когда завершили работу над регламентом, чем занимались после? Работали над действием и прощением, в принципе, поступающими в общественную палату. Участвовали в мероприятиях, организованных нашей общественной палатой, это как и субботники, экологические акции. Также познакомились или вошли в состав антидикоррупционной комиссии при администрации Ленинсовского городского округа, наша в том числе комиссия. Что еще хотелось бы отметить в нашей работе? Ну, наверное, с предстоящего, это 22 сентября, планируется прием граждан нашей комиссии, такой открытой. Так что приглашаем всех жителей Ленинсовского городского округа 22 сентября с 10 часов до 16 приемной общественной палаты. Где она находится? Молодежный дом 18. Елена, а нужна ли какая-то предварительная запись, чтобы попасть на прием? Мы не организовывали предварительную запись, будем в режиме реального времени работать. Просим, правда, соблюдать масочный режим. А какие-то документы у пришедших на прием должны быть при себе? Ну, могут захватить паспорта на всякий случай. Ну, либо если конкретно какой-то вопрос, то тогда, наверное, все-таки именно по обращению. То есть, какая-то документальная может быть добавка. Да, дополнительная информация именно к обращению, чтобы зафиксировать, можно было, или дать какой-то конкретный ответ на самой консультации на приеме. чтобы не заслуг. Спасибо большое, Елена. Я напоминаю, что с нами по видеосвязи была Елена Пешехонова, председатель комиссии общественной палаты Одинцовского округа по открытости власти, противодействию коррупции и общественному контролю. А мы, я напоминаю, подводим итоги работы за 6 месяцев. 8495-508-86-84. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы гостям в студии. Сейчас у нас в повестке экологический блок. Я так понимаю, что вопросов по экологии много возникает. Какие наиболее часто повторяются, наиболее часто, может быть, встречаются? На самом деле, это одна тоже из самых таких востребованных комиссий по обращению жителей. Безусловно, вопросов очень много. И мусорные какие-то, скажем, несанкционированные какие-то мусорные свалки, которые вдруг образовываются, и жители просят помочь с этим. И мы, активно общаясь с администрацией округа, эти вопросы решаем. Бывают какие-то сливы, каких-то нечистот, водоемы в нашем округе. Тоже какие-то у нас такие злодеи есть. И тоже жители обращаются в общественную палату. Но, опять-таки, скажем, какие-то вопросы, связанные, конечно, и с благоустройством. Хотя немножечко не этот профиль, но тем не менее. И, на самом деле, очень много вопросов. И я думаю, что, наверное, здорово, что люди обращаются в общественную палату. Причем, вы знаете, вопросы могут быть разного характера. Бывают даже очень личностные. Что, наверное, доказывает, что все-таки люди видят в общественной палате какую-то реальную помощь и реальный какой-то орган, который может с чем-то разобраться. Поэтому, действительно, приятно, что палата заслуживает доверия. Я думаю, что, конечно, этому мы обязаны и предыдущим созывам, потому что мы как бы... Сформировали имидж, Да, сформировали имидж, конечно, безусловно. Но мы стараемся тоже держать марку и, скажем, тот запал, с которым мы проработали полгода, мы надеемся, что он останется и на последующие еще два с половиной года. Да, ведь имидж еще надо поддержать. Полгода успешно удается. Конечно. А я предлагаю поподробнее поговорить о работе комиссии по экологии и землепользованию общественной палаты. С нами по видеосвязи председатель комиссии Галина Рязанова. Здравствуйте, Галина. Да, добрый день. Но я не совсем по экологии. Я думаю, что по экологии будет совершенно другой человек у нас, председатель. Я председатель комиссии по туризму и народным промыслам. Что, в общем-то, тоже очень интересное направление. Галина, расскажите, пожалуйста, наверное, для вас эти полгода были очень непростыми, потому что, да, большую часть времени мы просидели дома. Вот чем занимались? Ой, да, вы знаете, несмотря на то, что мы просидели дома, но, как вы понимаете, это стало отправной точкой того, что внутренний туризм как раз и стал бурно развиваться. То есть, туризм даже наш президент выделил в отдельную туристическую точку отправную, над которой мы сейчас как бы работаем. То есть, мы сейчас опираемся на то, что... Видеосвязь нас немножко подводит. К сожалению, видеосвязь была потеряна, и так мы не узнаем, что касаемо внутреннего туризма, куда в Одинцовском округе можно поехать. Галина? Галина, вы с нами. Да-да-да-да-да. С нами Галина Рязанова, председатель комиссии общественной палаты. Галина, вот мы сейчас, да, уже задали такой вопрос, думаю, правда, что вы уже не с нами. Куда? В Одинцовском округе лучше всего поехать, да, тем более, что сейчас многие границы закрыты, а у нас ведь очень много интересных мест. Да, вы знаете, наша комиссия как раз и прорабатывала, и прорабатывает вот эти моменты, то есть, музеи и экскурсионные, экотропы, эко-прогулки, то есть, несмотря на то, что мы сидели как бы дома, но у нас как раз, наверное, наша комиссия велась самая интенсивная работа, то есть, мы не только туристические, да, как бы, класты рассматривали, но и вторая часть нашей промыслов. что касается промыслов, давайте поподробнее слышим. Слышим? Да, вот, да, и мы буквально вот на днях, наша комиссия была приглашена на чемпионат вооруженных сил по военному туристическому многоборью, да, то есть, мы рассматриваем не только туризм, который вокруг, да, но есть еще военные туристы, спортивные, что тоже очень захватывающе, и об этом тоже нужно рассказывать, потому что это туризм, который ближе к спортивному, да, то есть, что можно пойти в лес и пройти какие-то интересные этапы. А что в ближайших планах? Что еще? Ну, в ближайших планах у нас, я уже, наверное, повторюсь, у нас как раз туристический сувенир Одинцовская земля, мы бы хотели пригласить мастериц Одинцовского района поучаствовать в этом интересном конкурсе. У нас буквально в 14 часов в библиотеке во вторник мы будем проводить круглый стол с запуском этого проекта и я надеюсь, что мастерицы нашего Одинцовского района смогут в этом поучаствовать. Ждем с нетерпением. Спасибо большое, Галина, что были сегодня с нами по видеосвязи. Как много всего интересного происходит в общественной палате и очень здорово, что наконец мы не сидим дома, можем выходить и деятельность наша представлена во всей полноте, насколько это возможно. А если возвращаться к теме экологии и про субботник, о котором мы уже говорили, активисты общественной палаты, я так понимаю, в достаточно большом числе приняли участие в очистке подушкинского леса. Было мероприятие приурочено ко дню города Одинцов. Давайте вспомним, как это было. Чистый лес, чистый разум. Именно по этому принципу действуют волонтеры во время очистки подушкинского леса от мусора. Члены общественной палаты вместе с жителями Одинцовского округа провели тотальную экологическую акцию ко дню города. Сегодня у нас прекрасный праздник, День города Одинцовы. И вот мы в составе комиссии по экологии общественной палаты Одинцовского городского округа мы в прошлый раз когда убирались в Глазынинском, решили, а давайте сделаем такой праздник, начнем с доброго дела. И люди, я смотрю, кто проходит мимо, некоторые присоединяются с детьми и помогают убираться. Бутылки, пакеты и другой мусор, оставшийся после пикников. Забрали все, что только можно. Этот субботник основательный. Для распиливания поваленных деревьев привлекли даже спецтехнику. Кстати, что на субботник пришли не только Одинцовцы. Делать лес чистым это не только важно, но и очень приятно. Это работа над собой, это тот труд, который ты рад подарить безвозмездно, потому что ты видишь прекрасный результат. Эко-сознание людей нужно менять. Для этого нельзя оставаться равнодушным. И я предлагаю подключить к разговору представителя комиссии по экологии общественной палаты Екатерину Ванчикову. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Екатерина, вам удалось принять участие в субботнике? К сожалению, в этом субботнике я не принимала участие, но мы проводим очень много субботников и в Голицыно, в Одинцовском районе вообще очень много. Поэтому я не жалею, я воспитываю экологическое сознание среди людей во всем Одинцовском округе. Мне кажется, комиссия по экологии одна из самых активных. Поделитесь, пожалуйста, чем занимались предыдущие полгода? Каковы итоги работы? Вы знаете, у нас комиссия, конечно, очень активная. У нас очень интересные люди. Михаил Белозуб проводит субботники буквально каждый день. В его лентах ВКонтакте, Фейсбуке можно видеть все его отчёты, как он приходит, рассказывает. Конечно, он рассказывает, как и все мы, мы рассказываем об этом не для того, чтобы показать, какие мы там хорошие. Мы пытаемся именно воспитать экосознание среди населения. Потому что, приходя в лес, первое, что ты видишь, вместо там красивых зелёных деревьев, красивых там, красивых там, ягод, цветов, мы видим бутылки, бумажки, какие-то странные вообще вещи, которые явно не должны находиться в лесу. И они, конечно, мешаются. кроме проведения субботников, мы проводили посадочные работы. Например, в парке Героев 1812 года у нас проходила акция «Белая сирень». Также были проведены работы по предотвращению мусорных навалов в Больших Везёмах. У нас был большой выезд по этому поводу. Кроме этого, у нас есть такой наш представитель Любовь Погончикова. Она у себя в Звеникороде, под Звеникородом проводит интересные фестивали, которые обязательно являются частью экологического сознания, потому что она это тоже рассказывает, она проводит мастер-классы по посадкам по зелёным, с детьми занимается. То есть занимается очень интересной и тоже очень-очень важной работой. Ну и впереди, я так понимаю, ещё акция «Наш лес»? Да. Конечно. Я думаю, что к ней присоединятся не только общественники, но и многие жители нашего округа, если это будет позволено эпидемиологической обстановкой. Времени у нас, к сожалению, очень-очень мало. Что в ближайших планах общественной палаты в целом? Работа, работа, ещё раз работа. На самом деле очень много вопросов, много интересных проектов, и так как нас поджимает время эфира, мы не можем обо всём рассказать, но хочу сказать, что мы начинаем активный приём граждан, такой очный, то есть не, скажем, в удалённом каком-то режиме, мы готовы встречаться с людьми, общаться, обсуждать проблемы, и как раз первый приём граждан у нас пройдёт в эту субботу в Звенигороде, как раз Ольга принимает участие вместе с Галиной Рязановой, он пройдёт в Центральной Библиотеке, с двух часов до четырёх можно будет подойти и, соответственно, пообщаться, озвучить свои проблемы, все вопросы, не только, которые касаются именно этих комиссий, а вообще все вопросы, адресованные в Общественную Палату, будут приняты, зафиксированы, и по ним впоследствии будет работа. В принципе, это касается любого приёма Общественной Палаты, то, что Елена Пешихонова озвучила 22-го числа, тоже все вопросы, не только касаемые их комиссии, но также общие вопросы будут все зафиксированы. Оль, запись нужна? Нет, запись не нужна. Мы также не оглашали, что нужна запись. Придти могут все желающие. Я так понимаю, что есть ещё горячая линия. Есть горячая линия, есть сайты, в общем, различные. Есть аккаунты в Инстаграм, в Фейсбуке, то есть и ВКонтакте. То есть мы очень активны в соцсетях, поэтому любой вид связи приветствуется. И, конечно, телефон горячей линии, который каждый день работает, можно позвонить и озвучить Я как раз хочу телезрителям его озвучить. 8 929 935 8804, поэтому номером можно дозвониться до Общественной Палаты Одинцовского округа. Марьяна, Ольга, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, удачи вашей бурной деятельности. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова